всем привет или скорее снова здравствуйте на ваш экранах все те же лица андрей алексей альберт а это значит мы снова вместе и мы снова снимаем самый лучший русскоязычный подкаст об эстонском футболе и сегодня мы начинаем новый сезон в новой студии с новыми партнерами и первый гость у нас сразу большой человек председатель правления фка и ливадия андрей лешкин добрый вечер андрей в декабре в конце года вы сами с вышли с нами на связь со словами что почему вы обсуждаете происходящее в ливаде основываясь на слухах не позовете человека изнутри устали от слухов вокруг вашего клуба вообще изнутри по моему не было никаких комментариев все основные какие-то медиа спортивные они писали со слов тех людей которые либо покинули клуб либо их ушли но о том что происходит внутри клуба и эта информация она как бы ее не давали она в общем то не соответствует действительности то есть на самом деле слухи которые это не слухи то есть там как как обычно как бы какие-то факты есть которые действительно соответствуют действительности автологии но в общем вывод это делаются не те которым ничего страшного там не происходило у нас реально идет большая и и была большая большая перестройка и но это нормально футболе в конце сезона команда которая проиграла но она так или иначе должна перестраиваться чтобы идти дальше а вот второе место ливаде с таким большим отрывом от флоры это провал конечно провал причем этот провал был не только чемпионате провал везде в европе мы проиграли кубок мы проиграли европу мы проиграли чемпионат практически на прогрессе на что было болезненнее всего вот внутри клуба может быть европа с которой как бы начиналось или чемпионат когда уже надежды ушли вот блога какая-то вот эта точка невозврата когда было понятно что все сезон потеряны ну европейский сезон была бахунка 61 болезненно то есть перед это ничто не ничто не предвещало потому что было уверенность что мы вы сыграем достойно я не знаю что пошло не так принципе потому что до игры общался я и главным тренером с марком как-то были спокойно что все будет нормально ну бывает пошло пошло не так что то и команда оказался может тактически приезжали может просто были не готовы к чему-то но на проиграли улетели это было болезненно я подхвачу сразу же возвращаясь к мысли о перестройке команды вы сказали что это нормально когда команда проигрывает и делают перестройку какой-то мере я согласен но если мы возьмем ту же флору которая поиграла в прошлом сезоне вам чемпионство то в принципе там никакой перестройки не было и они были верны тем игрокам тому же костяку и в этом сезоне с отрывов личка почему подумали что эта команда которая до этого чемпионат в принципе выдал неплохой сезон почему не может ошибиться и сыграть новом сезоне в принципе также на победу чего нужно делать перестройку по сути каждые два года потому что то чемпионская команда я так понимаю собиралась тоже после перестройки дата армасом рассказывал king когда был спортивным директором что у него было три-четыре игрока на контрактах остальные все по ходу предсезонки и они собрали команду в итоге стали чемпионами год не удался да это факт но опять перестройку опять затеивать это это такие качели которые могут сыграть могут не сыграть но смотри на самом деле все же завязано на контрактах у людей были контракты у многих которые закончились в этом году но в принципе можно продлевать контракты можно продлевать и можно продлевать контракты но скажем если мы говорим о том когда перестройка началась она началась еще примарка и это был январь или декабрь прошлого года когда мы начали с того что сразу после чемпионства в первую зиму да мы начали с академии мы начали су-17 начали су-21 если вы помните взяли ивана который который возглавил резервную команду и в принципе мы уже тогда в январе готовились о том что будет обновление команды это не секрет как бы ему на это шли самому как бы это было по плану задумано это же в принципе когда уходит омоложение омоложение команды что получилось мне кажется что вот наше мое мнение что у вас появился дисбаланс когда особенно приехали украинцы хабленко помогал там еще все неплохие игроки но это уже был перебор тот же айселу все вместе у вас был перебор хороших игроков и который мешал здоровой конкуренции в команде и мне кажется что это очень сильно повлияло но смотрите там во первых ситуация с войной до сложилось это наложило определенный отпечаток потому что виктор украинец и ребятам просто надо был где-то помочь потому что ситуация для многих была непростая и но вот так совпало что война началась то есть по сути это из-за войны больше не это больше из-за войны да это больше из-за войны потому что далее но но вы согласны в целом что это могло внести дисбаланс что вот эти игроки тоже например вот и при этом миром по кирсу я тоже высказывал мнению что после такого сезона которым выдал чемпионский да то в принципе было бы может быть правильный тренер доверить ему номер один попадающим доверять ему дальше потому что они взяли сразу же лилию окей хорошо взяли лилию он хороший игрок он доказал в эстонии что может забивать но при этом потом появляется хабленко также уже три нападающего на место это уже немножко перебор и он получается смутил и лилию и кирса и потом сам уехал и в итоге и тот не поймал нужного хаос какой был дающим важно поймать нужную волну и желательно с начала сезона вот если вот как начнешь принципе вопрос наверное больше к тренеру я лично не лезут туда и и не назначаю вид конечно есть но что касается украинских ребят но им тяжело было просто сосредоточиться когда там твоя семья где-то там под обстрелами но они на телефонах наверное это сыграл какой-то по идее должно было быть усиление просто и глубина состава которая позволила более ровно пройти чемпионат то есть как правило когда команда готовится к сезону но на каждую позицию желательно иметь как минимум два человека вы хотя бы кто-то должен в случае какой-то потери должна быть какая-то более-менее равноценная замена но мы так думали что это принесет нам глубину состава и ну вот если кто-то не вошел просто в игру кто-то может быть каким-то там чисто психологическим причинам там действительно из-за войны там из украины сразу вопрос туда возникает а вот эти подписания они согласовывались с марка и с владимиром ну согласовывались то есть в принципе тренерский штаб перед фактом никто не ставил нас всех поставили перед фактом когда началась война окей то есть это это было в отчасти вынужденное решение но это больше от виктора дошло на это понятно что виктор сам с украины поддерживал своих ребят ясно но в принципе а это было желание тоже скажем так ну публично показать что клуб ливаде помогает скажем так украинцам в сложное время вас да вы поймите что нету никакой на какой публичности в речи не может идти потому что когда твои близкие там находится я говорю еще бомбежками если человек там ему звонит сестра там и плачет все это это горе для многих людей это реально большая большая беда это будет то есть об этом в это время никто не думает о публичность это было просто человеческие наверно какие-то вещи включаются и хорошо понятно тогда ваше мнение по марку ставящего вот его поступок когда он оставил команду это для вас было понятное дело наверное сюрпризом в какой-то мере нет не было то есть это правильное решение было в итоге или мне кажется что он должен все-таки для меня он должен был дальше продолжать как минимум еще до хибернинсов потому что эта команда строилась под него под марку и он набирал игроков он на них очень сильно влиял то есть эта вся атмосфера строилась именно на ним с вадимиром они строят команду и в такой момент ее оставлять мне кажется что вот это быстро сдались типа неоднозначный поступок и но все таки они еще посоветовали его на который не имеет опыта да хороший тренер вполне возможно потенциально очень сильный специалист но в такой ситуации иван оставить это было тоже очень мне кажется очень тяжело если мы сейчас обсуждали если вы уже ставите ивана надо давать ему время потому что пойдем молодой специалист он может сразу не решить задачу то есть а вы его получается поставили кинули по танке выражающим футбольным языком и потом убрали сразу же как только прошла к это там скажем так пошла череда неудач вот этих играх когда три команды с тремя лидером выиграли вот этот момент был ключевой в чемпионский как только он его провалил сразу же иван ушел ну смотри я буду говорить свое мнение да потому что мы со стороны опять да да а вы как вот руководитель внутри клуба как я могу разбить немножко сейчас вообще хронологически первый вопрос первый момент марка и то что это не сюрприз и второй момент давай тогда андрей про ивана расскажет не сюрприз потому что мы действительно после этого поражения но это был удар как 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 уже как бы я сказал но мы сломали не бронди на пойми правильно что они это большая работа для того чтобы вести эту команду особенно что касается главного тренера это большое напряжение и ты работаешь первый год когда мы стали чемпионами окей прошел второй год накапливается усталость эмоциональная любая усталость накапливается как и когда человек уже приходит он будет но я не спал очень начать просто уже физически то есть он он сам чувствует что он не может дать энергию команды команде то есть надо что-то меня реально повалилась команда повалилась все какую-то апатии но это бывает происходит это кто-то выходит из этого кто-то сказать марку ты иди поспи такая ситуация была помнишь как это гончаренко и гончаренко уехал момент сосну с ким когда он хотел уйти до чемпионства он пришел все один до свидания ухожу я не могу я уже взял себя ушел этого иди проспись все будет а и после этого они стали чемпионами дальше дальше то я думаю что когда наступает какая-то пустота то есть внутри пустой я думаю это больше с этим связано что марк сам почувствовал что он не может больше не нужно находить какие-то как ну как это кажется что это одно поражение игры это большая работа эмоциональная которая в течение всего каждая игра она изматывает но вы видели что вы искали нет ни сюрприз вы видели именно что он устал когда ну конечно даже перед еврокопом ангар виза ларного тяжело было да и в принципе я думаю что это отчасти было логичное решение потому что нужно было что-то поменять марка предложил принципе ивана если мы переходим к вам который был во первых он был в обойме он прекрасно понимал что делает став главный команды и в принципе тем более они еще на одном языке говорят и он был в курсе всех игроков курсе того как команда играет к и просто нужно было продолжить и в общем то может быть отсутствие какого-то опыта действительно ну с кибернисом первый тайм это отсутствие именно опыта но по идее можно быть это просто нервы может быть еще но команда после 1-6 я думаю что мы в кибернис ну как бы да тем более мы играли ну мы даже так плохо не играли в первом тайме то есть на самом деле мы даже первый тайм хорошо играли и пенальти было все но это уже вспоминая отсылки но сложно это же не только тренер это же не только тренер еще игроки игроки конечно игроки тоже где-то наверное было тяжело меня больше интересует почему все таки ван убрали вот именно даже до конца сезона но здесь интересно какая за когда он пришел какая задача ему было поставлено и в какой момент тогда было понятно что он пришел на дубер я над был не потерять ему была поставлена задача попробовать выиграть это чемпионство потому что разница была я не помню там несколько очков три очка может три четыре меня это было ты выигрываешь и были и были и как бы разговаривали с командой и разговаривал я была задача в общем-то эти игры которые были ключевые три игры по-моему по этому поэту там флора и мы их все завалили ну а как бы по моему там не было такая выставить ничью сыграя 0-0 да там по моему файл это была игра 0-0 я пробовал и проиграли на флоре по моему это сезон регулярно проигрывали тут ничего нового но и на флоре без ну да там без шансов поиграли из получается с калью примерно месяц и но это не поменяло ничего фактически в команде то есть мы надеялись что что-то поменяется в принципе ничего особенного а меня интересует что такое момент иван марко был вообще еще володя васильев вот он как бы он изначально выпал и при первой части обсуждения то есть марка сказала он устал он не мог а где вы что володя был какой-то диалог с владимиром или они как бы марка говорил за двоих они тандем конечно варианты что володя останется они рядом мы совещались между собой постоянно на всей темой как бы они как то есть это было вместе со мной а варианта что как бы володя мог остаться с иваном как-то помогать как все же все же понятно что марка скажем но он иностранец ему надо было уезжать здесь же авторитет понимаешь ты из прошлого штаба игроки уже не будут тебя воспринимать я думаю здесь наверное немножко по-другому то есть в принципе тренер главный тренер или два тренера они несут ответственность оба по-другому мере за команду и марка и володя они как бы вдвоем отвечали за за результат поэтому вдвоем отвечали в той ситуации как бы разделять ответственность между ними было бы даже разделять не просто можно было оставить там васильева можно было взять ивана можно было еще другого тренера искать разные варианты можно будет я понимаю ты хочешь дальше я вот хотел спросить отказалась в особенно в этом подкасте до который ливане как раз в этом году по ливане снимался что иван потерял контакт с командой потому что там в одной серии было как раз когда он уходил что он говорил что я не могу за вас нести ответственность если я вам объясняю играть так вы играете сами по себе я не обучены игроки и она предъявила как будто вот игроки уже поняли что сезон проигран как бы как бы команда была сама по себе тренер сам по себе так не управляя я не знаю может быть он что-то имел ввиду другое но это софт в первые были было когда он это сказал играет василь ему я не думаю что так было он бежит быстрее тебя ну это видео было и они выходят и он сразу клачет но мы с тобой обсуждали мы на трибунах были я тоже вот этот момент когда костя убегал мы с тобой обратили внимание что он убегал от кого отвели его то есть момент характеризовал когда он говорит васильеву 40 лет он бежит и только они выходят и он сразу сразу снова это же не секрет это видно на поле что у команды нет энергии и там нельзя конкретно кому-то даже предъявить претензии это в общем-то общая такая ситуация когда мы видим эмоций не хватало и наверное да где-то где-то не сперва можно дальше пойти про серого кардинала спросить как называемый опять-таки со стороны называемый серый кардинал как это получилось что человек попал в клуб и почему такой раскол пошел между старым можно сказать стаффом который отвечал за результат и вот новым человеком ну смотрите во первых по поводу серого кардинала вот я не знаю откуда это пошло на самом деле это сукер это характеризовал и оттуда пошло что человек не публично в принципе не очень любит может быть выступать в том числе я тоже меня тоже тогда можно назвать серым кардиналом потому что я пять лет в общем-то не никуда не вмешивался это просто потому что он не на виду да потому что он не делать каких-то громких заявлений и в принципе я тоже не люблю не любители каких-то громких заявлений в принципе в принципе всегда и альберт тоже знает что нужно делом доказывать то что говорить нужно по разному просто интересно как он появился почему вот за какие заслуги и вот я извиняюсь если был болельщиком ливане сейчас да вот мне будут связи вот как казаки заслуга появился себе посмотрите его клуба до этого то в принципе ничем прям и нет он у него была команда которую он выводил еврокубки между прочим я не буду сейчас сто процентов был не запомнил провал я сейчас могу найти ну ладно который выводил спортивного директора виктор привел человека андрею и сказал андрей вот там или может мне рекомендовали и так далее во первых по поводу провала вас эта информация опять какая-то откуда то выберете на самом деле как бы если ты начинаешь более детально узнавать какие-то но как говорят не все так однозначно но на самом деле так и есть потому что там помимо меньше до гулардова там были какие-то президент были директора вы еще куча людей которые участвуют в успехе и там в провале каких-то командно что касается знакомства да это было со стороны виктора то есть виктор его знал и они очень много разговаривали на тему футбола и это было по телефону изначально потом и познакомил меня и по тому как он говорил это футбольный человек на самом деле он профессионал то есть все вещи которые он говорил он правильный для меня они были не новые потому что я мыслю также как и он то есть это попадание вот если человек понимает футболе в общем-то примерно одинаково люди должны мыслить то есть все вещи которым г они были правильно о том что нам надо делать на это сами прекрасно понимать но как на возможно крыть и конкретно что какие детали например он сказал что он сказал что не так слуги например надо это 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 чисто футбольные вещи касается там я не знаю игроков там тактики менеджмента всего контракта молодежи полностью все управление всем андрей однако ссылка вы когда была пресс-конференция что вы объединяете вот инфонет или воде вы сказали что вы устали от непрофессионализма да и поэтому вот создается клуб который должен быть более профессионально1001 вопрос насколько профессионально или воде было вот в этом сезоне и стала ли она более профессиональность приходом михаила смотрите она стала более профессионально с приходом ропича в первую очередь ним то есть те слова которые я сказал и я действительно не отказывался от них и то что мы сделали за эти пять лет вместе с Рогичем и с Марко, это как раз касается профессионализма по спортивной части. Что касается первой команды. Это касается тренировок, это касается дисциплины, это касается всего такого околофутбольного, которое вокруг первой команды. И действительно мы сделали, но это не один шаг вперед, это перестройка, которую мы тогда начинали за пять лет, мы действительно очень сильно продвинуть все это. И Марко для меня как бы, я в принципе общался, я как партнер Виктора был, то есть сейчас я уже стал, как вы говорите, там, председатель правления. А до этого я был просто партнер, который общался я в общем-то с Рогичем, очень плотно, еще с Инфонета, и мы начинали какие-то вещи еще, хотели сделать это вместе с ним в Инфонете, но потом мы объединились, ну, по причине, если интересно, я могу рассказать, почему это произошло. Ну, у меня был такой вопрос, мне кажется, для многих было бы интересно, почему все-таки, вы не жалеете, во-первых, об этом решении, а во-вторых, почему же это все-таки произошло? Ну, давайте вернемся. А потом пришел Марка, который в принципе, во-первых, он был ассистентом Уравича, если вы знаете, да, и у меня с ним тоже не было никогда никаких вопросов по тому, как мы должны идти и что мы должны делать в путь. То есть это люди, которые полностью у меня с ними видение, как бы, совпадает. Вот и получилось, что это пять лет такая. Я согласен, сто процентов, что вы из профессионализма, все, вы добавились, это даже не обсуждая, то, что было и то, что стало, но как тогда получилось так, что Максим Калиниченко? Вот именно ничего не имея плохого, но насколько, то есть это противоположно было, тренинг-тренинг-прочный процесс, продуманные детали. Максим Калиниченко. Ты не знаешь вводных, ты не знаешь вводных. Но он сейчас с Андреем расскажет там, как он появился. Десять дней Максима. Опять же, опять же, есть мнение, которое вы уже здесь озвучивали в студии, и я знаю, как это происходило, какая была предыстория вместе с Максимом. Так получилось, что мы уехали, я уехал, Виктор уехал, и остался Максим, Михаил, который серый кардинал, как вы говорите, и Дмитрий, который у нас сейчас технический директор, и вместе с тем он у нас юрист. Эти ребята остались. Когда я уезжал, я разговаривал с Максимом, и был разговор в таком плане, что Максим, ну давай сейчас не будем никаких резких движений делать, он пришел один, он пришел без штаба, без своего, пришел без ассистента. Его задача была посмотреть, кто что может, именно ассистенты, игроки, и потихоньку у нас было времени, по-моему, два месяца до конца сезона, мы уже никуда не попадали, мы в принципе никуда не могли упасть, то есть было два месяца спокойно посмотреть, ну так получилось, что это было воспринято так, что он не профессионал, со стороны, скажем, ассистентов, ну, Тарма Кейнг там, не знаю, звонил, ну, общими, может игроки тоже. Ну хорошо, но в итоге вы дали, он ничего не успел сделать, а почему тогда убрали, почему не дали это сделать? Потому что пошел конфликт в команде, нужно было что-то делать. А кто назначал, что это решение было, назначено всем, все-таки, кто принимал, вот именно, кто предлагал, во-первых, и кто вот окончательное решение принимал, то есть вы с Виктором Панделло одобрили, а кто предложил этого кандидата? Предложил Михаил. Михаил. Да. А мы одобрили. И мы с ним разговаривали. И, ну, наверное, ошибка была, в первую очередь, в том, что он пришел без своего ставка. Это первое. Ну, вы понимаете, что он стал самым любимым тренером Куросара? Нет, ну, почему? Ну, не от Альборского, или... Нет, ты расскажи водный, почему ты что-нибудь проиграть. Нет, так я тебе и говорю водный, понимаешь? Скажи ты. Команда, ну, так то, что Андрей сказал, команда не знала о том, что Максим пришел и должен ему просто определиться. Сезон уже, грубо говоря, все, проигрывал. Кабана не должна об этом была даже знать на самом деле. Да. По факту. Хорошо. А как восприняли? На самом деле, Максим... Команда, мое мнение, что было, мое мнение, что Тармо, когда понял, что у него за спиной назначили тренера, ну, так как он спортивный директор, вообще об этом ничего не знал. Мое мнение. Но это домыслы. А почему так получилось? Подожди, подожди, я объясню. Я думаю, что он, обидевшись на это, поговорил с эстонской частью команды, например, с Брентом, соответственно, увидели тот дисплей, который команда показала против Куросара. Ты же понимаешь, что это было не спортивное поражение. Команда не вышла играть просто. Это безволие было. Так мы и говорили, что команда не приняла тренера. Да, потому что ее настроили не принять тренера. Подожди, смотри, Андрей, но опять-таки, я тебе говорю, без ассистентов, но когда ты приходишь в команду, ты можешь прийти и какой-то тренировочный процесс иметь, какую-то, я не знаю, мне кажется, что вот, ну то, что я отгромлюсь, он пришел, и от тренировки, и хотел посмотреть, и хотел посмотреть, но он продумал упражнения. А он как будто бы просто игроков. Там ситуация была, так игроки говорят. Да, но он якобы дал на откуп штабу сделать тренировочный процесс на первую неделю и посмотреть, что могут они и оценить это. Ясно, что будет, есть такая версия. Понимаешь? Почему так получилось? Я просто знаю всю эту футбольную кухню. Кухню, да, если бы мы начали что-то говорить раньше, это бы уже, даже не имея контракта с ним, то есть это бы уже разошлось, как обычно, идут какие-то слухи, кто-то кому-то что-то сказал. Мы не хотели раньше времени ничего сообщать. Ну а если взять, что тренер Максим Калиниченко, опять-таки, из каких критериев вы полагаете, что он решит всю ситуацию? То есть у него же нет никакого, по-моему, тренерского опыта, где он один тренировал что-то где-то. То есть он был в Риге там незначительное количество. Ну вот здесь интересно, как Михаил, какие аргументы приводил, почему Максим Калиниченко должен стать главным тренером? Почему не владел Воскобойников, например, в принципе, тоже не имеющий никакого опыта, хороший игрок, даже по эстонским меркам. Тут Максим по этому, по мировым меркам игрок. Короче, игрок про категории. Мостовой тоже игрок, Александр, но видите, у него про нет. Максим, кстати, очень достойно поступил. Он приехал, ушел, ни слова не сказал. Просто интересно, по каким критериям, да, Михаил, какие приводил доводы? Я уже вот не скажу сейчас, потому что... Ну нет ощущения, что владельцы Левадии повелись на игрокское прошлое Максима Калиниченко, а не тренера? В принципе, да. Окей. То есть, ты когда приглашаешь тренера, в принципе, ты не можешь быть уверен. Так же, как Робич приходил, он был ассистентом. Но он пришел, я не был в нем уверен. Я провел... Сразу видно. Нет, я провел с ним два дня в разговорах вообще о том, что мы будем делать, прежде чем я его как бы подписывал. Мы сидели, говорю, два дня, мы с ним очень плотно пообщались, и даже после этого я же не знал, как он будет себя вести в тренировочном процессе. Да, так получилось. Да, я узнал многих людей о нем, да. собрал всю информацию. Я вам Андрею говорю, что вот я по тренеру как бы сразу видно, когда он приходит, он помнил, собрал, и то, что начал говорить, это видно, вот этот тренер. То есть сразу видно. Ну, здесь, а у них, видимо, вот это, здесь была другая ситуация. Кинг бы вошел к нам тогда в инфоэте, сказал, это не тренер бы, мы бы не послушали бы. Ну, по крайней мере, мы игроки, мы видим, когда тренер... Кинка бы сразу не было, если помню. Ну, да, если он так сказал. Я не верю, что Тарма так мог бы сделать. Поэтому я говорю, что по игрокам видно, вот тренер это тренер. Понимаешь, порой еще это было сразу видно, по Максиму они это не увидели. Хорошо, а вот ситуации Михаил привел Максима Калиниченко. А на тот момент, почему Тарма не участвовал и уже предрешена ли была на тот момент участь Тарма? Может быть, тогда надо было Тарма уже убрать к тому моменту? Не было ли это ошибкой? Зная характер. Зная влияние, скажем, Тарма, если уже... Если Михаил перенимает, грубо говоря, бразды, правление подобным образом, может быть, проще было изолировать этот Тарма? Я не знаю, проще или не проще. То есть, была дана возможность всем себя проявить в том числе и Тарма. Как кто себя проявил, ну, мы все уже видели, кто как себя проявил, это мы сейчас уже видим. Ну, кто-то воспринял этот, не знаю, отрицательно, кто-то положительно, на самом деле это вообще-то, наверное, решение владельца, да? Да. В общем-то. Ну, безусловно, но хочется понять, как бы, отчасти какую-то логику, потому что, допустим, от Кинга, потом, вот после Кинга, пошел Хохлов Симпсон, то есть, человек, который долгое время был не самой заметной фигурой, и он сейчас тоже, он оставался, он всегда был виден, понятен, и тут, бац, они оба, и потом, вот в этом подкасте, который снимался, они там оба тоже, как бы, рассказывают, ну, вот вы говорите, что люди уходящие, то есть, как бы, вот и хочется понять, ну, что сказал Хохлов, то, что... Что он устал? Устал. Да. Он сказал еще, что, по его мнению, клуб пошел не туда, он еще сказал вот эти. И то, что он не хочет в этом, ну, это по его мнению, по моему мнению, как раз, мы пошли туда, куда нужно, просто мы немножко расшевелили то болото, которое было, и клубу нужны были перестройки, по-любому, даже несмотря на то, что мы говорим о спортивном, в результате, то есть, про этот сезон, который мы... Ему все равно нужно были перестройки, и эти перестройки начались раньше, еще раз говорю, то есть, это еще примарка началась, просто началось это с Академии, все это строительство, но, в принципе, мы должны были что-то менять, и менеджмент, и спортивный отдел, ну, к спортивному отделу, и Тармо Кинг, как спортивный директор, к ним очень много претензий. А вот объясните, как при Тармо Кинге тогда функционировал спортивный отдел? Вот, на мой взгляд, непонятно. С чем он не справился, вот именно? С какими задачами не справился? Не, ну, как функционировал, и какие вопросы, да. Я вижу, как сейчас это происходит. Я вижу, что у нас есть отдел аналитики, я вижу, что ребята сидят, работают, ну, практически 24 на 7, как происходит отбор игроков, как происходит селекция, и это, я вижу процесс, что это профессионально все делается. Это делается испанцы или эстонцы? Я знаю, как мы начинаем это делать при Рогичи еще, сколько отчетов мы получаем по тому или иному игроку, какие подробные эти отчеты, сколько игроков просматривается, это не одна, две кандидатуры, это, ну, реально предложения идут, это все как раз за счет знакомства Михаила, за счет его связей в футбольном мире, и если вы видите последние подписания, откуда пришли игроки? С Латинской Америке. Ну, ребят, давайте, как бы, честными. Не с Латинской Америке хотя бы. Нет, Филиппи вот этот приехал, в принципе, из топового клуба приехал, который был, в принципе, в главной команде, но там такая конкуренция в атаке, что, алло. Близко к топов профайл. Сейчас давайте поговорим о будущем, Левадима, что мы в прошлое. Давайте, как бы, просто участие, лекция идет. Давайте поговорим своими глазами, как это все меняется. Это нужно было делать по-любому, но ребятам давали возможность это делать. Тарма Кинг, полтора, давайте поговорим про него, если ходить. Да, я очень хотел. Мы не очень понимали, что он делает. У нас полтора года спортивный директор. До этого он был игрок. Что он сделал, как спортивный директор для нас, для Левадима? Кого он привел, каких игроков? Вот хотелось понять, переходы Лилию, много каких переходов, вот где-то какой-то он, у нас был Сергей Парейко в какой-то момент, и мы пытались через него, у него спрашивали, то есть, как это функционирует, как вот он, допустим, в свою бытность набирал игроков и так далее. И я скажу, что я ни тогда не понял, ни сейчас я не понимаю роли Тармо Кинга. Я рискну предположить, что селекция при Тармо Кинге больше основывалась на какие-то связи агентские. То есть, знакомые ему какие-то агенты предлагали игроков, потому что, ну, какую-то другую логику я проследить не могу. Ну, хорошо. Лил знаком в чемпионат. Вот приехал Сойеров, да, ну, он же вообще приехал, и уехал, ну, вообще же ноль. Плевать, для этого приезжали, уезжали, мы сейчас говорим. Да, ну, вот как он выбирается? Не, ну, ну, смотрите, если вы видели, кто у нас играл, путинчанин кто? Серб. Дмитриевич кто? Серб. Через кого, вы думаете, они пошли? Ну, очевидно, через Марку или Александра или Ивана. Ильич был, я не знаю, там еще какие-то ребята. Это все, в общем-то, идет за счет тренеров. Лилу. Ну, Лилу знакомый игрок, как бы уже. тоже, ну, я к тому, что это тоже не заслуга, значит, спортивного отдела, который нашел игрока там где-то. Это не то, что ты, как бы, целенаправленно ищешь какого-то игрока, там, просматриваешь там, у тебя куча агентств, которые тебе присылают. Немножко по-другому, то есть, эти игроки, которые были. Вот Сойеров как появился? Не знаю. Не можешь еще ловить? Нет, просто не знаю. что вот это так, чуть-чуть такой, очень показательный? А в конце концов, Виктор же всех одобряет, да? Это же, может, не могут взять. Но за него, как бы, говорит тренер, окей, спортивный директор, в первую очередь, он дает кандидатуру, как, по-моему, и за него должен отвечать. Ну, так. Тренер должен принять, кандидатуру? Тренер должен, ну, все должны принять, кандидатуру. Тренер должен ее принять, что ему нужно. во-первых, это идет, сначала тренер, ты ищешь какие-то полиции, качество, качество и так далее. То есть, какой-то делается профайл, кого мы ищем. А потом тренер одобряет, потом одобряет, я думаю, президент, потому что еще согласовать все финансовые вещи и так далее. Там еще агенты включаются. Ну, достаточно сложный процесс. И... Я просто знаю, что там еще была одна очень такая опасная история, на самом деле, игрок, которого предлагал Тармо, американец, как бы, но Тармо очень настаивал о том, чтобы Ливадя подписала. Нам Вова Васильев рассказывал, что на тренировку он там был как-то сумасшедший, свободный агент якобы. хорошо играл. но потом выяснилось через Михаила, его связи, что там какие-то огромные неустойки надо было платить за этого игрока. Если Блевадя подписала его свободным агентом, должны были компенсации, так как он был там в аренде, там, помню, 20 или сколько, точно. огромный. Диоргийскому? Ну, не огромный, но не все равно. Не говорили, мне суммы не называли, но говорили в том, что... Нет, 20 тысяча. Нет, он свободный агент, дело в том, что... Тармо типа настаивал, что бесплатно, никаких выплат нет, ничего. Не пробил, значит, почву там, скажем так. Но он, наверное, рубишь Тармо, у него навряд ли есть такой опыт. Он же не до этого тоже спортивный директ, он больше все равно как игрок, я так понимаю, до того, как спортивный директор он помогал в штабе Марко, то есть он все равно больше как тренер, и ему дали новую роль, и он сжился, у него не было опыта, и это понятно. То есть, но в целом, если мы придяем на чемпионство, при его... Нет, подожди, я просто имею в Альберт еще скажу, вот он в интервью очень неоднократно говорил уже после того, как ушел, что в клубе нет стратегии, да, а-ля, тяжело работать, когда в клубе нет стратегии, но ты спортивный директор, напиши спортивную стратегию клуба, можно говорить, вот как бы, если вы спросите, я не знаю, всех, всех найдутся какие-то причины, всегда что-то мешает, или им не дали денег, или нет бюджета, любой, я не знаю, там, рекламное отдело, спортивного директора, либо еще что-то, ну, конечно, ты спортивный директор, либо ты кто-то, ну, сумей добиться того, чтобы это заработал, это твоя задача, в первую очередь, докажи, докажи президенту, докажи мне, что там, ну, нужен такой, игрок, что за него нужно заплатить такие-то деньги, что он стоит этого, ну, как бы, это твоя работа, ты берись на себя ответственной за это, потому что, ну, реально, скажем, если ты приводишь игрока, и он оказывается не удел, то ты, там, год ему зарплату плачешь, конечно, это большие деньги, и, как бы, ну, они не отвечают своими деньгами, никто, я отвечаю своими деньгами, например, да, если я кого-то беру, нокия, это будет, скажем, моя ошибка, но тогда я за нее и отвечу, и, в принципе, я жду от, скажем, сейчас от этих ребят, которые делают работу, я именно этого и жду, что они должны отвечать за то, что они делают, и они отвечают сейчас. Ну, по Тармам, ну, хорошо, это понятно, а вот по Сергею Парейкову, вот, я так понимаю, мне просто, мы назвали Сергея Парейкова, то есть, я так понимаю, второй приход Сергея был, это молодежный, и сейчас его уже нет в клубе, как я понял, что произошло, и, в принципе, я слышал, то, что, или читал, что он сказал, что он не видит свое место, скажем, в этой структуре, или свое предназначение там, и вот, вот с этим я с ним, как бы, согласен, что я тоже не смог найти ему. Это была ваша инициатива, вернуть Сергея в клуб? Да, да, и, как бы, в теории все это, все говорит правильно, все, но вот, не смог он спасаться, к сожалению, и его роль, ну, смотрите, что я сейчас жду, от тех людей, которые у меня работают. В первую очередь, мне нужны те, кто, исполнители, то есть, они не просто должны говорить, они должны делать. Это большая, большая работа, которая ежедневная, которая, как бы, идет, и вот, скажем, можно говорить, наверное, паренька из немножко другого сорта, просто ему нужны, может быть, какие-то люди, подчинения, которые будут двигаться. сам он не готов бы за какие-то вещи. А именно, вот, работать сам, наверное, это не ворует, потому что, ну, к сожалению, а вот, ну, не подробно, может, в каком-то другом клубе это состоится, и будет все хорошо. А у нас, у нас пока, как бы, все люди, они как-то пашут, понимаете, все время, что двигает. Просто хочешь понять, спортивный директор, да, молодежных команд, или как он, как его правильно забрался, он был спортивный директор команд У-17, У-19, не было у него должности, вот я не нашел, в принципе, до конца. Просто что хотелось от него, что он делал, какой результат он должен был. Академию, которую нужно было выстраивать, это, наверное, директор. Какой директор? Спортивный директор, либо административный директор, ну, вот, сложно. А изначально же Владимир Васильев должен был тоже заниматься. И Владимир Васильев тоже примерно... Потому что показалось, Володя еще был... Да, нет, Владимиру нет проблем в этом плане. Там другая история, то есть, и мы с ним на эту тему говорили, потому что он не один, там есть еще вокруг люди, с которыми нужно уметь работать. Ему сложно. Это не тренер главной команды, когда ты пришел, сказал, мы делаем так-то, и все футболисты побежали выполнять твои команды и тренировки. Здесь немножко по-другому. Наверное, в этом была проблема. Но по факту, я сейчас вижу, что вы хотели эту перестройку при Марко начать, то есть, я знаю, что Марко начали. Благодаря Марко Марко дал толчок. Он ушел, пришел, получается, Сергей, да? Пришел Сергей. Не получилось. Владимир вроде должен был эту роль взять, не получилось. Сейчас у нас есть тренер Санти, испанская, испанская, который тоже взял дубль и дальше идет. И он, получается, это опять будет что-то новое, это все будет ломаться старое и строится новое. это будет правда. Нет, ребят, смотрите, во-первых, у нас, если ты понимаешь, у нас сейчас есть две школы, да, есть школа Инфонет, это самая интересная тема, да, если мы переходим как бы на Академию. Детскому футболу. И сейчас, то, что мы начали с Марко делать, мы начали с У-17, то есть, мы решили, что у нас есть У-21, в принципе, есть У-19, но такая непонятная у нас лига здесь, есть У-17, и в прошлом году мы объединили У-17 с Ливади и с Инфонетом. Дима Круглов там тренер, мы здесь с Гурчу-Балянцем, и это было достаточно, это был первый шаг, но у нас, в принципе, успешный был, потому что сейчас посмотреть, сколько оттуда игроков вышло, либо в У-21, либо уже кто-то даже под вышку попал, то, в общем-то, достаточно успешно это было. Сейчас, чтобы вы понимали, ну, как бы, есть две школы, есть как бы школы Инфонет, и есть школа Ливади, и в этом, наверное, тоже была проблема где-то у Володи, потому что не было какого-то взаимодействия. Сейчас мне немножко проще, потому что, грубо говоря, Инфонет он мой, Ливади она тоже моя, и я, как бы, единое начало какое-то получилось. У нас, по-моему, сейчас порядка 700 детей, и где-то, наверное, около 40 тренеров, это достаточно, детских, большая, большой коллектив, с ним надо уметь работать, и это нужно как-то объединять. Это, ну, большая, за объединением вот такого большого коллектива. Кто отвечает? В принципе, за все сейчас отвечаю пока я. Ну, я, я думаю, что вы ищете человека, да? Сложно, сложно найти. То есть, я пришел временно, на самом деле, вместо Сергея я сказал, окей, я помогу. Пять лет же я, в принципе, ничем не занимался особо, да, и не лез, только так контролировал немножко финансовую школу. А какой сейчас вообще процесс идет? Потому что, когда вот мы говорили с Володей Васильевым, когда Володя вот вроде как занимался, я так понимаю, академией в Ливаде, я регулярно видел, но это, опять же, не секрет, что регулярно я появляюсь на стадионе Инфонета, то есть, я видел и Володю, я видел и Парейка, я знаю, что шли какие-то разговоры о общих методиках, что-то еще. Сейчас Володи нету, и я так понимаю, что последняя информация такая, что есть Инфонет, есть Ливадя, есть Андрей Лешкин, и у меня вопрос, а зачем Андрею Лешкину один клуб и второй клуб? Это разве, это не в два раза больше сил, средств и всего остального? Почему нельзя? Это детские школы, поймите, что есть уже какой-то идентикет, который сложился, как бы для, ну, если вы помните вообще историю объединения, насколько сложно это все происходило. для родителей это, наверное, там образовался отдельный клуб детский, на фоне вот этого объединения. Ушло две трети, наверное, и сейчас просто, если назвать это все Альца и Ливадя, да, нет, для меня вообще без разницы, на самом деле, как оно называется, и, в принципе, Инфонет, оно вообще было не футбольное название, нас заставили переименоваться тогда Этарин, если вы помните. Для меня и Ливадя и Инфонет это родные клубы, уже по факту. Давай, наверное, в детский футбол сейчас не будем. Единственный момент, я еще хотел уточнить, вот, я пытал тут всех приходящих, всех более-менее связанных, в Инфонет, да, я хочу понять, Алексей, аудитория просто, это родители, а мы с детьми. Да, 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 это моя аудитория, но эта аудитория, кстати, очень благодарна, и она постоянно поставляет мне кучу вопросов и обратной связи. Меня интересует вопрос, я правильно понимаю, что вот это вот нового холла как не было, так нет, проекта как не было, так нет, и все, она Мария моя, как было, так и остается, а напутанная, насколько я знаю, до апреля договор у Инфонета. Ну, это не только напутанная, но у всех городских стадионов они взяли вот такой тайм-аут, они продлили всем аренду до апреля, и дальше будут решать, что с этими стадионами делать, либо взять, город их возьмет под свой контроль, либо их дальше продлят какие-то аренды и так далее, и тому подобное, ну, я не знаю, чем это. Хорошо, а Мария моя и проект холла? Пока это все вот в стадии той, что вы читаете, то есть до сих пор там не решены куча вопросов, и когда это будет, честно говоря, я... А занимается этим Андрей или Виктор? Или вообще... Занимался этим Сергей, и что там сейчас в городе, честно, не готов сказать. Ну, вы понимаете, что на самом деле это деградация, когда дети, ребята тренируются сейчас зимой на улице, это просто деградация, и то, что вот есть возможность тренироваться в холле, например, три месяца, и в то же время ребята тренируются на улице три месяца, это очень большая разница. А у кого есть возможность тренироваться в холлах? Мы в холле тренируемся. в холле тренируемся в холле, например, я просто, ну, вижу... На селе? Да, на селе в холле, то есть это очень большое. Селе, есть холл. Селе, есть холл. Я ни в коем случае сейчас в упрек не ставлю, я просто говорю, из-за того, что я видел в практике, это очень большая разница, особенно у детей, конечно, очень быстро учатся, и за три-четыре месяца вот такое, они могут либо сбавить, либо очень сильно прибавить, и, соответственно, ну, я и говорю, что это большой удар по такому клубу большому, где вы играете 700 детей, где амбиции, искать своих игроков, выращивать, ну, вы не имеете права, по мне так, ну, по крайней мере, не имеете права не тренироваться в холле, потому что это очень большая деградация, это одна четвертая потерянное время в год, а это очень много. Это, как у нас было с финскими, я помню, когда сравнили, что Эстония-Финляндия, то есть финны тренируются постоянно, да, но на самом деле так и есть. И что тут, знаешь? Я ничего, я ничего не говорю, я просто сейчас пакаю. Вопрос в деньгах, вопрос в земле, вопрос в земле. Но в тот же Арарат, например, если мы берем футбольный клуб Арарат, они все равно нашли возможность тренироваться хотя бы две тренировки в холле. Где? В Сыле. На Сыле тренируется Арарат. И 2010 год у ребенка перспективный, и они вот нашли возможность тренироваться. Ну, так никто же не говорит, мы так же тренируемся, мы арендуем, то есть у нас нет своего, просто мы арендуем, так же тренируемся на Петве, в Мяннику мы тренируемся, еще где-то там, по залам маленькие дети тренируются, это всегда так было. Просто нам не дают ставить из-за каких-то жильцов, не дают ставить. Это города проблема вообще на самом деле, не наша. Я в этом плане не в обвинительном, я просто по факту, к сожалению, сложно. Ну, вообще, хорошо, чтобы закруглить тему, объединения как такового не будет, будет отдельно школа. А нам же произошло, если вы не заметили. Пять лет назад. Пять лет назад. Это главные команды, но школы-то остаются и у нас сильные. Их и не планировалось менять. То есть, школы не будут? Нет, их и не планировалось менять. Я не знаю, откуда. Это вот кто-то ляпнул, Так я поэтому из первоисточника спрашиваю. Кто-то испугался. Нет, не было такого. Алексей, можно же продавать игроков, ты не понимаешь? Из инфонета в Ливаде. Я вам расскажу. Есть вышка Ливаде, и вся Ливаде. Она называется, если вы заметили, и вся Ливаде, и это как раз инфонета. Потому что, в принципе, для меня это приемлемо. Для меня не так важно, как это называется. Важно больше, что за этим стоит, и как происходит весь процесс. Есть дубль, который тоже и вся Ливаде. Есть У19, который и вся Ливаде. Есть У17, который и вся Ливаде. Дальше сейчас идут отдельно как бы FC, и вся Италин, и Ливаде. Это школа. Команды называются по-разному. В принципе, если говорить в будущем, то объединение всех этих команд, как у нас идет на уровне У17, оно должно происходить раньше. Как только дети выходят на большое поле, это где-то У14, наверное, по 11 человек, уже должна начинаться профессиональная работа. То есть, это должно уже строиться по спортивному принципу. То есть, должны собираться сильнейшая команда какая-то, и команда, которая более-менее готова для того, чтобы перейти. Может быть, третья команда, которая просто для здоровья ходит, и у них нет никаких амбиций. Сейчас мы сделали то же самое, что переход на Башу поле в 2010 году. У нас получилось как раз и всех собрать плюс-минус три команды. Уже селекция какая-то идет. Сделали первую команду, которые ребята хотят чего-то в будущем добиться. Сделали вторую команду, которые еще не достают, но тоже хотят, у них есть шанс подняться. И третья, это любители просто прийти на тревогу, им и не надо ничего, им классно прийти, побыть вместе, погуляться. Это классно, но это очень всегда сложно сделать, потому что здесь включаются родительские амбиции, и каждый считает, почему мой ребенок должен играть там, а почему там. И, как правило, родители, они не понимают вообще процесса того, что будет дальше. Очень часто они живут своей командой, маленькой командой, у них свой мирок какой-то организовывается, и дети-то растут, и потом они вырастают, им 14 лет, 15 лет, кто-то уже начинает думать своей головой, родителям уже очень сложно на них влиять, а потом начинается профессиональная работа у этих детей, это уже там, это пахота уже. Ну вот, наверное, ты знаешь, как это происходит, когда идет профессиональная двухразовая тренировка, питание, и тогда там куча моментов, дисциплина, я не знаю, режим. Альномерная. Не знаю, не ты знаешь, а, наверное, ну, наверное, немножко знаю. Знаешь, как я хочу, нет, главной команде, я не просто, да, вот с Академией, вот насколько вы довольны переходом из второй команды в главную, как вот функционально, ну, это все уже вершина Академии, да, получается, вторая команда, которая играет в этой лиге, да, в У-21, насколько она дает качественных ребят, чтобы они могли подпитывать и серьезно конкурировать в главной команде, потому что это же, как бизнес-модель, наверное, идеально бы так работало, чтобы воспитался свой, там, год-два поиграл, продали, правильно, репутация для клуба в Европе хорошая, что можем воспитывать. Хорошо, но, допустим, вот мы пять лет, в принципе, мы начали заниматься этим только в прошлом году, до этого пять лет, ну, там, или четыре года, и пять лет мы не были чемпионами, да, и когда у тебя с главной командой непорядок, да, тебе еще нужно выстроить как бы вышку, то, в общем-то, ты эти вещи, которые там в Академии, они как-то откладываются, все время откладываются, это касается всего, это касается денег, это касается там тренерского штаба, ну, куча-куча-куча-куча связанных вещей, вот появилась возможность, мы начали этим заниматься. А вам не кажется, что, в принципе, Левадия слишком зациклена на чемпионстве? Вот, я могу так сказать, что Флора, понятно, где он тысячу, может быть, но вы нет, но ваш коллега Флора больше на системе, да, сконцентрирована. Я вам скажу так, Флора, можно сейчас приводить тысячу причин, у них там футбольный союз, у них там денег больше, все-все это понятно, но в целом, вот сколько не играл во Флоре, чтобы президент клуба хоть раз зашел, или там, даже не важно, спортивный директор, зашел, сказал, мы должны стать чемпионами, или что происходит, ни разу такого не было. Хочешь сказать, если бы они два года подряд, там, три не становились чемпионами, такого не было бы? Флора не становилась, слушай, слушай, мы, получается, 11-й год они выиграли, в следующий раз мы стали только в 15-м чемпионах, и за этот промежуток, ни разу, что я был в команде, не было такого, что мы пришли, должны, вы должны, вы обязаны, вы не имеете права, если вы не станете, то есть никакой накрутки не было, но они строились с 10-го года, пришел Хур, как раз таки спортивный директор, который стал, он со своим видением структуры, то есть он работал в Тарту, он там выработал что-то, он пришел, и вот так мы будем действовать, и дальше они шли по этой структуре, и зацикливались вот с этих низов, и теперь мы видим, что у них приходят игроки. Ну там давай, давай, там как бы не только Хур, там как бы под Флору подстроена вообще вся система и федерация, и сборная. Но с другой стороны, мы не можем, Андрей, на месте Флоры мне бы стыдно было не быть чемпионом. Ну, Андрей, но с другой стороны, Флора играет почти что без легионеров, кто у них там? Ну вот это заслуга, это же не есть струкс. Потому что она собирается сливки со всей Эстонии в этом речи. Я не услышу, Андрей, но давай будем честны, если мы берем игроков, которые с новейшей чемпиона со Флорой, то есть состав Левадии, он был сильнее в начале сезона, чем состав Флоры, в мое мнение, по крайней мере он был в среде, вот с начала этого сезона со Флорой точно бы они слабее, но вот сто процентов по игрокам. Ну не на 20 очков. Хорошо. Понимаешь, и Флора это уже система определенная. Мы можем говорить, да, подстроено все, но они сделали систему, они молодцы, они не стали брать легионеров, хотя могли взять. Они, я думаю, позволили. Мы не можем себя быстро выстроить такую систему, как у Флоры. Просто не можем. А почему? Ну, потому что, если бы у меня под боком была федерация рядом, то у меня было бы гораздо проще все это выстраивает. Ну, а нет уверенности, что если бы у вас была, например, федерация, что в любом случае Виктор настолько эмоциональный, чтобы при первых же неудачах стал бы менять Виктор. Смотри, давай тогда пойдем дальше. Если бы у Виктора или там у меня не было, скажем, какого-то бизнеса, никакой болевания не существовало. То есть, как раз это нам позволяет более-менее еще плавно занимать там второе, первое или там третье место и ниже не падать. То есть, у других команд даже этого нет, поэтому они как бы еще больше болтают. Просто все ждут от нас, мы говорим, что мы хотим стать чемпионами, это действительно так, и для Виктора это по-другому быть не может. Он максималист в этом плане, я тоже максималист, ну, какие-то, скажем, вещи я менее эмоционально выражаю. Но вся суть в том, что тут на камеру ваши лишние деньги, а там флора, это как деньги союза, Да нет, почему? И там меньше для них напряжения для руководства. Давай, если как бы дальше разговаривать вот про легионеров, да, мы начали, для меня вообще это ошибка, что у нас есть лимит, особенно то, что касается лимита на европейцев. Вы же знаете, как сделана система. Как сделана система? Что у нас могут быть только пять заявки. Заявки, да. Сейчас шесть, хотя, опять же, пять. И как это выстроено? То есть, в принципе, у нас идет нарушение европейской директивы европейского законодательства. По трудовой директив. Но, в общем-то, сделано так же. Вы знаете, что у нас должно быть два, всего в заявке 30 человек, должно быть 25 эстонцев местных. А всех остальных вы можете брать откуда угодно. Но это просто названо по-другому. А это как раз нам не дает выстраивать систему конкурентно-способную. Потому что, на мой взгляд, вообще весь футбол и весь рост игроков, что касается молодежи, что касается, скажем, всех местных игроков, он должен быть на основе конкурентной борьбы. Иначе они расти не будут. И те же ребята молодые, которые у нас выросли, скажем, в последнее время, они выросли благодаря тому, что появились там Митрович и еще какие-то сильные футболисты. И они дают рост этим молодым ребятам, когда рядом с тобой играют опытные игроки, и классом повыше. Ну, например, вот кто из молодых игроков вот так сильно прибавил, вот увидели там, я не знаю, ну, вот что на потипу, вот я всегда беру разницу между Флор и Левайд, это Эрик Сорга, например. То есть для меня, если бы Эрик Сорга играл бы, он с Легиона пришел, но он пришел довольно-таки, но все равно, он прошел. Давайте, как бы тогда вот, давайте, сколько там во Флоре, Сорга до мороженых игроков. Я ни в коем случае не хочу там защищать Флору и еще что-то, я просто говорю то, что я вижу. Я знаю, что он пришел довольно-таки в молодом, 13-14 лет условно, да, он пришел там в 15, может быть, во Флору, но тем не менее, он также мог прийти в Левадию, он пришел во Флору. Если бы он попал в первую команду в Левадии, вообще не факт, чтобы он там забил бы 30 голов и чтобы ему доверяли и чтобы ему дали раскрыться. Во Флоре это гораздо органичнее происходит. Возможно. То есть тоже, во-первых, у Флора была система, вот как вы, которые уйдете, то есть у них играют все команды, начиная, по-моему, с третьей команды одинаковой формации, то есть игрок, который переходит дальше на шаг, он делает те же задания, просто в другом темпе. И это намного плавнее переход. эта система начала строиться лет 10 или 12 назад. Когда эту систему все начинали, они к этому очень долго шли. Сейчас они ее выстроили. Ну, благодаря, опять же, тому, что, скажем, ну, наверное, это все-таки в ущерб каким-то другим клубам это идет. Просто не факт, что Эрик Сорга, пришедший 15 лет в Левадию, выдал бы такой сезон. Возможно. Вам не кажется, что просто изначально цель другая, то есть, все-таки воспитать своего, дать им заработать на продаже. У Флоры была точно чемпионство, а вот бизнес-модель 12 года, вот это все, когда вот эти там проблемы были заплаты, это жало только чемпионство, только чемпионство. После этого они пришли, сели и поняли, что академия, там, понятное дело, у них есть возможность брать лучших игроков, там, все идут во Флору при возможности, но они основаны на академию, и они вот этому делили, там, 4-5 лет, там результата не было. Вот они начали это, и сейчас это дает плоды пасмашки. Но, видимо, по финансовым причинам, я думаю. Почему? Нет, на сегодня, я так понимаю, многие вещи делаются через Флору в Легионе. Почему игроки принадлежат? Первая рука во Флоре, почему? Как бы всегда. То есть, мы не можем пройти в Легион и взять игрока, потому что Флора уже как бы имеет приоритет там. По тем или иным, это зависимость, так как ни крути, любой клуб, он в какой-то мере зависим от федерации. Для меня это от Флора то же самое. А вот чисто теоретически это может быть? Они так выстрелили, но молодцы, ничего не могу сказать. Но нет, я им как бы отдаю должное, то что они берут игроков, но они из них и делают игроков. Того же Куска, я говорю, помню, в Намакалию, это был потерянный человек, честно, он был худший на тренировке, его душили там со всех сторон. Франец там, я не знаю, Францев, извините меня, то есть, Францев просто, ну и не давал пришел во Флору и с него сделали футболиста. Реально? Потому что Хурт видел в нем под залом сборки. А вот вы футбольные люди, за это... Вот объясните, может так работать, что вот ты договариваешься ну с условным Араратом или Легионом, что я там имею право первой руки на твоего талантливого парня, но ты потом получаешь процент, например, от его дальнейшей продажи? Да как угодно вы можете договариваться. Но так не работает? Ну, Леватя не может сейчас прийти и забрать, допустим, Никиту Иванова за деньги, я думаю, может. Может. За деньги, только возможно. За большие. За деньги, потому что Флору имеет возможность платить эти деньги. Если вы знаете те переходы, которые были молодых игроков, сделаны с той же Леватей, с той же Никаль, Флора платила за них деньги. Это не компенсация, которая, скажем, по закону, либо годовая зарплата, либо какие-то деньги воспитательские. Это переходы... Это уже трансферна. Трансферна. Даже нет. Хорошо, Леватя переходили за нас. Да, ну, хорошо, Леватя приглашает сейчас вот тогда опять легионеров, уже имеют деньги, получается, приглашать легионеров. Или они все приходят без компенсации? Нет, это не трансфер, это бесплатный трансфер. Все бесплатно. Мы не берем за деньги игроков, но очень редко и каких-то, как правило, местных. Ну, вот Филипп сейчас пришел, он пришел в аренду. когда мы говорим, а вот реально, что сейчас присутствуют, поэтому ты хочешь понять, то есть, чаще всего приходят либо аренды... А за Яковлева платили? Нет, он свободный был. Свободный. У него закончился. Ну, он же заканчивается контракт. Ну, мало ли, окей, хорошо. То есть, да, но ты перебил меня. То есть, в том, что Ливадия, иностранцы, когда ориентируются на свободных агентов, либо аренды, да, если удается договориться. Ну, здесь вообще замкнутый круг получается. Очень сложно получить хорошего игрока в Эстонию. Даже за деньги. Ну, это очевидно. Даже за хорошую зарплату, потому что не особо-то сюда хотят ехать. И здесь мы надыкаемся на то, что, во-первых, чемпионат, да, у нас, ну, не самый сильный, а если смотреть по сборной, последние результаты, одни победы, то... Одни победы. Великолепные хабры, статистика лучшая. То есть, для меня всегда, ну, это как бы не секрет, я с Сайваром тоже на эту тему разговаривал. То есть, я не принимаю вот той ситуации, как развитие футбола, как она сейчас есть. Для меня это, ну, я считаю, это неправильно, потому что в первую очередь должна быть конкурентная борьба. На самом деле, то, что, скажем, у нас выстроена там система компенсации, там, федерация платит там клубом каким-то, но все это, как бы идет поддержка, то есть, каким-то, ну, это как социализм, да, мы помогаем каким-то слабым, для того, чтобы они были на плаву. так есть. Ну, а с другой стороны, если они не будут помогать вот этим, как вы говорите, слабо у нас вообще не умрет. Четыре клуба останется. Не будет существовать. Да нет, у нас и так сейчас, правда, высшую лигу некому принимать с Андреем, у нас никто не хочет туда идти, у нас нет денег. Потому что нет денег, потому что, если бы дали возможность, скажем, клубу там там уже намекали, я не знаю, Пайда или Ливадий, дали бы возможность приглашать игроков, игроков более высокого уровня, то есть, чемпионат поднялся, да, легионеры бы, поднялся в уровень чемпионата, потом бы те ребята, которые уже, они, во-первых, были бы более обученные, более квалифицированные, играя на более высоком уровне, более конкурентно среда, они бы пошли бы, не знаю, в тот же Ракворо, там куда-то. Почему они бы пошли в тот же Ракворо, если там нет денег? Они бы пошли на работу, вот и все, они пошли бы, может быть, на работу, на завод, они не пошли бы в Ракворо бесплатно играть, понимаете, в этом вся суть есть. Вот сейчас идут? Не бесплатно идут, они сейчас идут как раз-таки вот в Пиарну, вот в эти клубы, потому что там есть возможность им заплатить, но хорошо, но помогайте, ну помогайте этим клубам, ну дайте тогда развиваться, как бы, Этот механизм существует, это же хорошо, по мне. Для кого? Это хорошо, для конкурентного чеканата. Не, смотри, смысл в том, что позволить тем, кто может приглашать больше легионеров, чтобы они составляли более конкурентную среду для местных футболистов. Да, да. Просто, понимаешь, а в итоге получается, тебе обязательно должно быть 25 эстонцев, да, у нас в чемпионате получается. У нас только и нет, давайте. Подожди, да, вот о том речь, что получается, все команды забиты местными игроками, но они играют на своем уровне, уровень вот о том, что в первой лиге примерно. Вот. Понимаешь? Не, ну хорошо, нижнюю четверку возьми, это то же самое, они между собой примерно играют. Ну так давайте проверять, что такое механизм помощи, и что такое элементная география, разные вещи. Смотрите, давайте вернемся, вот я за Ливадию, я там всего 5 лет, но еще был инфонет. Кто за последнее время из первой лиги поднялся в вышку, там остался, или стал чемпионом, как мы? Ну, были такие случаи? Ну, только и Легион остался, и там 5 место потом. Окей, и вылетел, через год вылетел. В итоге он не вылетел все-таки, он сам сейчас, но факт, что... Гардо, Локомотив, там Раквар, вот тут еще, триллингия ушла. А почему инфонет стал чемпионом? Вот смотрите, мы стали чемпионами, да, на четвертый год, по-моему, это, кстати, по-моему... Ну, а почему это... Столько намекали еще поднялась туда же, но они на пятом месте. Ну, нормально. Потому что была сделана большая работа, и какая-то работа была сделана... И были финансы, были финансы, были возможности пригласить Дмитрия, были возможности пригласить Воскресенье. Камон, камон, первый год там особо финансов не было. Не, не первый год, мы говорим потом. Я не знаю, там играл Манучи, там за 300 евро, по-моему, он играл. Ну, не суть, как бы, потом потихонечку, как бы, пошли какие-то вложения, мы стали европейские деньги получать, это позволило нам еще выше подняться, пригласили Дмитриевича, пригласили Круглова, собрали коллектив, где тоже стал чемпионом кто-то, да? И что произошло на следующий год? Почему произошло объединение? Что-то похоже, что он сейчас вливает, нет? Ну, со стороны, по крайней мере. Потому что, когда я пришел, пришел Рогич, который, в принципе, для меня, он топ-тренер, да? И мы хотели двигаться дальше. Когда мы заканчивали чемпионат, я понимаю, что у меня нет КТМов, там был, я не знаю, кто, Харин, Иганин, Авилов, да. Курленич, по-моему, нет, они не чувствовали. И какие-то ребята, я знал, что они уйдут уже, потому что контракт... И я наткнулся на то, что, в принципе-то, и так-то игроков эстонских нет, а еще и КТМов надо, а кем я буду играть? То есть, это первая проблема была. Легионеров я взять тоже не могу. И что мне оставалось? Я мог остаться где-нибудь там, как Пайда еще, там, на шестом, на пятом месте бороться, но это было неинтересно. Надо было двигаться дальше. С такой командой, если бы плюс-минус, вы же могли оставить плюс-минус тоже команду? Не мог. Плюс-минус. Не мог. Не могли пообьется в этом. Кроме того, я пригласил Рогича не для того, чтобы болтаться там где-то в середине таблицы, да? Это никому неинтересно было. Ни мне, ни Рогичу, ни как бы, ну и ребята потом бы уставили. То есть, минимум, финансовая возможность не позволяла хотя бы... Это не финансовая возможность, это система не позволяла. Финансовая я бы еще, может быть, нашел бы. Система лимитов. Я просто помню, как мы при Рогичи заканчивали чемпионат, и мы заканчивали так, что мы обыгрывали и на Макалию, мы обыгрывали уже и Флору. То есть, он нашел ключ в команде, и казалось бы, что... А на следующий год мы не могли собрать состав просто из-за лимитов, из-за каких-то вещей. Давайте, может быть, потихоньку закругляться, перейдем... Или ты хотел еще... Ну, вот у меня один вопрос еще по всему вот этому. Ну, вот там, я не знаю, легионеры, все это очень здорово и классно. Меня интересует такой вопрос. Сколько у нас человек на Ливаде уходит? 150-200 на рядовой матч. Возможно, и меньше в марте. Возможно, и меньше, да. А в декабре, так я думаю, вообще, там, родственники, родители, братья, сестры. Это недоработка какого-то отдела в клубе, который должен этим заниматься. Почему у нас так мало, и что можно сделать? Вот что видит Андрей Лешкин для того, чтобы, скажем... Почему у нас нет футбольной культуры? Ну, как вариант. Мне кажется, раньше у Ливаде было намного больше болельщиков. Ты сейчас захочешь... Конечно, конечно. Ну, я не знаю, коротко, может быть, как-то... Есть шанс у нас увидеть, там, я не знаю, не на дерби с Флорой, я не знаю, 500-600 тысяч человек. Мне кажется, раньше детей-то больше... Ну, давайте вернемся, опять же, ну, хорошо. Если людям неинтересно смотреть футбол, если было бы интересно, если бы это было шок, футбол должен быть зрелищным. Должны, как бы, ну, на Костю Васильева ходят? Ну, пока я думаю, еще ходят, да. Ну, значит, если есть Костя Васильев, значит, должны быть еще какие-то такие... Если он не зрелищный, где вы черпаете мотивацию заниматься всем этим вообще? Ну, мы как бы стремимся же к этому, мы когда-то надеемся на то, что будут ходить. И мы делаем очень много в то, что, скажем, в наших силах, но мы много делаем для того, чтобы мы играли хорошо, чтобы это было зрелищно. Но в каких-то маркетинговых планах клуба есть увеличение? Конечно, есть. Но это идет работа постоянно. Просто, Мер, тут еще инфраструктура сложно затащить. Понимаешь, ты можешь быть офигенно зрелищным в футбол, но когда тебе минус 15, тебе не можно, это не очень. Альберт, о том и речь, понимаешь? Вот я посмотрел, опять календарь, извини, январь, июнь, июль, август, игр. Вот, в декабре, октябре на ИД я не повезу ребенка туда. Да мы там, после каждой игры, либо я, либо он, мы больные сидим. Я не пойду. Ну ты-то ладно, ты согреешься фляжечкой, а ребенка-то нет, да? Ну, как бы, это правда жизни. И сама вот этот календарь составлен так, что, к сожалению, людям, даже если они хотели бы прийти на футбол, это реально опасное здоровье становится. Я уже молчу о том, что у нас реально стадионов куда можно и хотелось бы прийти, один, два. Ну, кстати, если закругляться с Ливади, то Ливади сделала очень один правильный выбор в начале прошлого сезона, это то, что Кулбет снимала фильм, это было шикарно, это были развязки, там такие были, что это было очень интересно. И хотел спросить, они вам за это хоть платят, или как это у вас договорено? Да, что-то было в договоре какие-то. Да, то есть, ну они классно делают свое дело, и это было, вот это со стороны Ливади, это был классный шаг, то есть, это было очень интересно, и по просмотру, мне кажется, там, на ютубе показывают, что людям это заходит. Хочется как-то коротко подвести итог тому, что сейчас произошло, то есть, пришел новый тренер, подбирается новая команда, селекция, наверное, еще не закончилась, я думаю, еще кто-то будет, да? Почти, почти закончилась. Ну, если вы посмотрите по селекции, опять же, если вернуться, вот у нас шли ребята, по-моему, человек 13 или 15, средний возраст был 29,7, те, кто ушли, те, кто пришли, средний возраст 22 года. А вот я хотел спросить, часть, конечно, те, кто ушли, это свободные агенты были, кого-то удалось продать? Нет, у них у всех, кто ушли, у них закончились контакты. У Кирса тоже закончился контракт, да? Кирс, Лепесту, это все... Кирс, Лепесту, Пик, Роснуб. У Роснуб была опция, он мог уйти, да. А вы с Кирсом хорошо разошлись, я так понимаю, Роснуб, но вот с Лепесту, с Кирсом тоже все нормально? Да, и с Кирсом нормально. Это важно. То есть, заработать особо тяжело, ну, не получилось. Ну, смотрите, ну, просто... Надо понимать, ребятам там 28-29 лет уже, да? Ну, карьера футболиста, сколько она длится, там, 35, да? Ну, это зависит от травмы всего. Всего, ну, тут... Ты до скольки играл? Я уже закончил, по сути, в 28-ка, вторую травму получил, Крестово, да, все, на этом, по сути. Но я там же уже полтора не играл, вернулся, поиграл чуть-чуть. То есть, ну, по сути, я закончил в 28-м, но это травма, понимаешь? Это один случай. А в целом, ну, скажем так, что... Ну, 33, мне кажется, такое где-то. 33-35 это в Эстонии, потому что нет все равно таких прям супер-возможностей, да, восстановления, но... Но опять же, ребят все равно уехали за границу все. Да, да, все нашли себе нормальный контракт. Да, за исключением там в Дамикалии, я знаю, пошли. Тоже надо понимать уже там возраст. Ну, тоже хотел... А кого последнего продавали за деньги? Ващук, нет? Ващук. Ващук. Да, он за деньги ушел. Почему еще ушел в Ирландию? Ливок. Ливок. А, фрака тоже продали? Ну, тогда... Ого! Но с Ващуком, я так понимаю, расставание не самое лучшее, да, произошло? С Ващуком расставание не самое лучшее, но не по нашей причине. Он же должен был уехать в Украину. В Украину? Да, там тоже началось с вами. А в принципе, там был подписан уже контракт. Продавали тоже, получается? Да, продавали. Ну, в аренду и потом с правом по улыбку, ну, было бы, да. Ну, война очень много смешала, да. Ну, ребята теперь в Ирландии собрались. Да. В Ирландии большая банда. Да. У нас остались какие-то вопросы, которые мы не успели задать у вас, ребят? Не, вот у меня вот вопрос теперь по тренеру новому, по игрокам. Если этот год не выигрывается с чемпионством, что нас ждет? Ну, смотрите, если вы откроете трансфер-маркет, посмотрите, сколько игроков осталось и сколько новых. Посчитать, если, да, процентов 80, наверное, ребят, которые пришли на... Сложно будет, очень сложно, но я надеюсь, что, ну, как бы, мы пытались сделать так, чтобы команда могла бороться за первое место. Но это вот опять же... Зависит от тренеров. То есть, то, что сделал отдел селекции, о котором я говорил, я вижу, что мы сделали большую работу. Ну, вот новый тренер, да, по большому счету, вообще новый вектор, испанский вектор. Понятное дело, что, может быть, так быстро новая команда не строится. То есть, ждать сразу в первый сезон чемпионства, может быть, не совсем правильно. А зная, скажем так, эмоциональности Виктора, да, то есть, где гарантия, что он летом опять словно не психанет и скажет, давайте все по-новому кругу начинаем. Я знаю, там у тренера не столько, не пара, а прописанная. Какая? 20 тысяч? 20 тысяч, да. Я не знаю, честно. Я думаю, ну, психовать каждый может, как бы, конечно, когда что-то не получается, это неприятно. Но все-таки он тоже понимает, что это процесс, и мы не были чемпионами 4 или 5 лет, но он же не останавливался, не бросал, не поднимал руки. Как бы он продолжает это делать 20 лет уже, это надо отдать должное, как бы человек кладывает свои деньги, свои силы, эмоции. Несмотря на то, что, может быть, он эмоциональный человек, но по-любому мы продолжаем. То же самое в этом году, ну, ушли ребята, ну, это было сказано им уже, что, ну, клуб в любом случае пойдет дальше, с вами, без вас, и вам, я так же говорил. Когда вы проигрывать начали, как бы я собирал команду, либо мы проигрыш вообще. Не, ну, просто к тому, что, насколько, чтобы не шарахаться по тренеру, то есть дать ему работать, возможно, и мы же знаем, что команда, может быть, даже не строится, скажем так, за одно окно. То есть сейчас полгода поиграют, и станет понятно, что одного-двух человек еще надо поменять. Где гарантии? Ты хочешь письменную гарантию? Нет, нет, ну, как хозяева видят это? Все, взяли, что новый вектор. Испания? Ну, потому что, мне кажется... Что, Сербия поменялась на Испанию? Нет, не только по этому, мне кажется, что тренировочный процесс, ну, во-первых, игроки. Окей, это обновление команды. Тренировочный процесс, наверное, тоже поменялся. Ну, подождите, я еще раз тебе говорю, обновление команды, мы с Маркой еще об этом говорили в январе. Нет, Андрей, ну, понятно. И до этого мы год назад говорили о том, что нам нужно омолаживать команду, что нужно работать над своими игроками. Ну, по 15 человек, это чистка. Это уже не, знаешь, это чистка команды. Это они чистки, у ребят закончились контакты, они ушли. Да, они в итоге получились все равно. Не важно фактор, это будет, что они ушли. Новая команда. То есть, соответственно, это новый, какой-то определенный новая команда, новый тренировочный процесс, новый тренерский штаб, это какой-то определенный новый струк. Это нормально? Никто не говорит нормально. Да. Ненормально, когда это происходит каждый год. Нет, нет, ненормально, хорошо построили, просто... Давайте объясним следующее. Если команда не играет, сначала что происходит? Меняется тренер, потом меняются игроки. Если не помогает этот новый тренер, приходит, он не может с этим... Это всегда было так. То есть, либо тренер, либо игроки. Как правило, сначала убирают тренера, и потом убирают игроков. Если они не понимают, с новым тренером они продолжают так же играть, ну, значит, не в тренере было дело. Но это всегда так было. Ну, мы хотим стать чемпионом, чемпионом однозначно. Если вы не станете чемпионом, то еще не будет страшно. Нет, ну, понятно дело, что Леваде не может ставить задачи стать чемпионом. Просто вопрос, насколько резко реагировать на то, что если не получится, это прямо в первом сезоне. Ну, конечно, это процесс, как будет борьба, эти бандиалы. Как играть, команда будет. Давайте посмотрим. Вот как бы, я сейчас могу что угодно рассказывать, но будет видно все на поле. Может быть, в какой-то момент... Хорошо, а цель поставлена на сезон? Ну, мы идем к играм, как и есть. Цель всегда стоит одна. Леш, как у Леваде может быть цель вместо в тройке? Ну, то есть, даже с учетом ситуации не меняется. Нет, у нас ситуация, это нормальная ситуация. Не думали мы сделать ход конем, убрать напряжение с игроков и сказать, ребята, в этом году мы не требуем. Цель Еврокубки, да. Цель в тройке. Ну, вот снять напряжение. Да, чтобы у них не сидело, что, блин... Ребята, давайте за второе место бороться. Нет, не надо говорить за второе место. Ребята, наша цель, хорошо, наша цель, навязать борьбу за чемпионство, а там, если мы будем... Это я мог говорить, когда мы с первой лиги вышли в вышку, я мог говорить, да, ребят, нам надо удержаться, наша задача там остаться. И хотя я такого не говорил никогда. Я не говорил никогда, что давайте, как бы, займем первое место, давайте ввяжемся в борьбу, посмотрим, да, это была моя позиция. Но здесь другая ситуация. Мы уже у нас, мы не можем без менталитета вот этого чемпионата. Ну да, но ты представь, ну ты представь, что если Спартак там скажет, что нет, мы в этом году за чемпионатом боремся. Я тогда один вопрос, по-вашему, нормально, если президент забегает в раздевалку и начинает кричать что-то игрокам. Вот просто интересно. А давайте так, смотрите. За пять лет, вот, я помню первое условие, было Рогича, что президент не заходит в раздевалку. И это выполнялось все эти годы, пока был Рогич, пока был Марко, не было такого. Спримарко он тоже не занимался, не лодку. Он может прийти поздравить. Ну да. Может позитивно там обняться, ребята, давайте там еще что-то. Ну, конечно, скажем, когда уже тренера не было, мы заходили в раздевалку, Виктор приходил и сказал, что, ребята, у нас будет новый тренерский штаб, и как все потом сказали, что вот придут на просмотр, для них это, они услышали именно эти слова. Но никто не говорит о том, что я за месяц до этого, когда еще там четыре или пять игр было, я приходил тоже в раздевалку и говорил вам, что, ребята, вы не о том думаете, подумайте о себе, что вы сейчас на поле делаете, как вы играете. Уже новый тренера, как бы у нас есть, те, кто вас просматривает. У вас заканчиваются контракты. Так или иначе, как бы придет новый тренер, он будет собирать себе команду. Анализ уже идет, грубо говоря, кто что себе представляет. Будете вы играть или не будете вы играть, это от вас зависит. Ну, может, они уже сами не хотели многих. Если ты не хочешь, ну, что тебя заставляют? Ну, тогда что, обижаться на клуб, как бы закончили? Если у тебя не горят глаза, если ты не хочешь стать чемпионом или не хочешь выиграть, ну, зачем ты тогда нужен? Ну, как бы иди. Как я думаю, о том-то и речь была в конце сезона. Тоже разобраться, насколько каждый игрок мотивирован продолжать сам в этой команде. И надо было разобраться с собой в первую очередь, каждому, я думаю, и подумать. Сейчас очень много было, то, что говорили, упреков в клуб и так далее. Но на самом деле, где-то в себе тоже надо порыться и поискать эти причины. Почему команда поварилась? Иван об этом говорил? Не Иван, не один, не только тренера виноваты. Там всегда виноват все. Я виноват, и моя вина есть. И там, я не знаю, условно. В бидусь 20, да? Да нет, это общая работа. То есть, понятно, что клуб, это тяжелая общая работа всех, как будто из этих мелочей. Собирается все это, и успех какой-то. Наверное, хватит, хватит. Да, мужчин гостей, да. И так уже полтора часа. Ну, вообще, большое спасибо. Не за что. Нам очень приятно, что вы сами выразили желание прийти и рассказать. Цените нашу аудиторию. И мы в дальнейшем будем рады вас видеть у нас. Да. Я предлагаю через год примерно вот собраться и провести какой-то анализ по итогам. Может быть, если все и летом встретиться перед Еврокубками, теми, что... Не, ну, тут два варианта. Либо, как бы, у нас будет все очень хорошо. И мы встретимся, и обсудим, вы поделитесь опытом. Вы видите, да. Или очень будет все плохо, и вы скажете, а вот, видите, вы вам говорили, что вы там... В любом случае приятно получать информацию из первоисточника, а не по каким-то слухам. Это лучше. На мой взгляд, спросить. А есть у вас возможность какая-нибудь Виктора увидеть здесь, например? Надо его спросить. Можно через вас узнать, например. Да мы найдем, наверное, какие-то варианты. Не, ну, почему? Ну, спросите. Давай уже прощаться. Это не тема для друзей. Все. Все, спасибо вам большое, Андрей. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Тогда вы дальше будете. Да, мы пойдем еще по европейскому футболу. Спасибо.